Срок годности 30 суток. Изготовлено это в годе до 07-02-2020 года. Соответственно, уже прошло сколько у нас? Четыре дня. Четыре дня назад уже этот продукт был просрочен. Проверить сетевой магазин в поселке Петровское активистов отделения федерального проекта «Народный контроль» попросили местные жители. Они пожаловались на просроченную продукцию и несоответствие ценников реальной стоимости. Покупатели рассказали и про другие уловки магазина. Фокус такой с акционным товаром, допустим, вот видите, домик в деревне, молоко стоит, оно вот сейчас правильно стоит. Обычно это стоит, допустим, где-то вот здесь, а это вот так вот. И ты видишь цену, берешь молока побольше, потому что акции. Впрочем, далеко не все покупатели недовольны магазином. У нас здесь пока все хорошо. Я не встречала, меня не попадало, вот это абсолютно точно могу сказать. Здесь работают наши жители, наши женщины, а услуживание самое деликатное и приятное. Поэтому сюда мы приходим, как всегда приходили в военторг. Как бы то ни было, за 40 минут проверки удалось собрать целую тележку просроченных товаров. Молочная, рыбная и мясная продукция, заморозка, даже детское питание. Сегодня также мы посмотрели в печенях, в конфетах, там по три месяца заряжавшиеся товары были. Факты подтвердились. С нашей стороны уже, как отдел потребительского рынка, мы напишем письмо в Роспотребнадзор, который занимается данными правовыми этими действиями. То есть они уже выйдут на место. Если факты подтвердятся, соответственно, своим полномочиям будут уже штрафы, предупреждения. Сотрудники магазина жалуются, работать некому, поэтому, мол, они просто не успевают убирать с пола к просрочку вовремя. У нас не полный штраф практически с самого открытия магазина. И мы выходим даже на подработки из-за того, что у нас не хватает работников. Директор магазина свою вину отрицать не стала и пообещала впредь тщательно следить за порядком. Все просроченные продукты были списаны и отправились в мусорную корзину для утилизации. Я недавно здесь директором. Старого директора уволили и меня назначили. Конечно, мы постараемся все это убрать и проверить, чтобы такого больше не допускать, чтобы на нас больше не жаловались. Потому что дело в том, что поселок маленький и мы каждым человеком дорожим. И для нас очень важно, чтобы они к нам ходили. Если вы столкнулись с просроченным товаром, обратитесь к руководству магазина. Вам обязаны вернуть деньги или заменить на аналогичный товар с нормальным сроком годности. В случае регулярных нарушений инициировать проверку объекта торговли можно, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.